Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый, очень крутой видеоролик, потому что мы приехали в очень классный город, в который давно хотели попасть. И очень многие, кто приезжает в Турцию, конечно, очень хочет его посетить. Многим это сделать удается, многим не удается, но мы решили, что этому городу нужно посвятить точно хотя бы дня два, потому что он большой, красивый. И город этот, как вы поняли, называется Каш. Мне кажется, именно отсюда начинается европейская Турция. Ну, здесь на самом деле много европейцев. Но перед тем, как мы отправимся с вами в это новое путешествие, первое, покажу вам вечерний кайф, в который мы вчера попали, а второе, сделаю обзор кемпинга. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Мы заехали в Каш, и здесь есть табличка «Панорама». Отсюда открывается просто нереальнейший вид. Посмотрите, острова, бухта. Там впереди остров, там даже город есть. У-у-у-у, мы на краю мира. Огонь. Огонь нереально, посмотрите, сколько островов. Вот это вообще... У-у-у-у. Прямо на закате. Смотри, как нереально вообще. В общем, я даже вернулся за Настенкой и за всеми, чтобы увидеть эту красоту всем дружно. Ой, сколько людей, короче, сразу прибежало, видимо, за нами. Да, Настена, давай, беги свои эмоции. Смотри. 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 Воу, давай, ты чей, что вот так вот тут уже последние... Последние дни погодов. Ой, блин. Так, люстра не дошла. Ага, давай, ага. Я вот здесь, что... Вот так вот, все. Невероятно. Пока это просто лучшее, просто лучшее, что мы видели здесь, в Турции. Ну, серьезно, я не знаю. Каждое место лучше друг предыдущего. Что же ждет нас еще дальше? Я даже не представляю. Ребятки, мы после заката заехали в кемпинг. Прямо находится в Каше. Вот тут здесь стоят трейлеры, еще два джипа с палатками наверху. Вот, будем отдыхать, уже темно. А завтра все покажем и отправимся на прогулку по этому замечательному городу. Мы вчера заехали в кемпинг. Вот здесь у нас вот прям морюшко идет. Такой типа заливчик, что ли. Мы стоим под деревьями оливков. Вот тут они падают, их вот так собирают. Здесь стоит автодом и еще две машины. Форды такие заряжены. Знаете, сверху палатка. Коммуникации, вода, вай-фай, все есть. Это наша машина. Готовится завтрак. Вот он въезд. Ресторан Бич. Тоже туда сходим. Сейчас прогуляемся. Там же собственный пляж этого кемпинга. Здесь есть стиральная машина. Пароли от вай-фая. Вода, электричество, все это есть. Помимо размещения в автодомах, можно размещаться, пожалуйста, в бунгалах. Здесь их, кстати, очень много. Есть навигация. Вот он урожай оливок. Смотрите, вот так их собирают. На такую сетку. Потом, что я не знаю, это высушивают их, наверное. Вот они, оливочки. Красотища. Территория. Здесь живут хозяевы. Там же у них идет стиральная машинка. Летом, я так понимаю, стиральная машинка в другом месте. Сейчас покажу вам. Вот эта кухня. Вот это снова бунгалы. Вон там наверху идут. Видите, указатель бунгалов. Вот она кухня. У нас тут готовится завтрак сейчас. Так, газовая плиточка. Как говорится, если здесь есть газ, то мы экономим. Так. Есть раковина, где мыть посуду. Есть также холодильники. Даже морозильная камера такая, подмороженная. Бунгалы выглядят прикольно. Свежие достаточно. Есть мангальчики, можно все это дело брать. Есть, значит, душевые кабины. Это женское отделение, это мужское отделение. А вот, кстати, как я понял, здесь, когда сезон, здесь стоят стиральные машинки у них. И здесь вот можно стираться. То есть, с той стороны кухни здесь прачка. Ваундри. Но сейчас все, видимо, убрали. Оставили непосредственно только у хозяев. Стирка стоит 70 лир дополнительно. Вообще, кемпинг с нас взяли 300 лир. Как на самом деле, не знаю. Так, он спросил про две персоны. Видимо, за каждого из нас взял по 100. И вот они туалеты. Есть мыло, раковины, пищевар. И, собственно, сами туалеты. Все чисто, аккуратно. Бумага есть, свет есть. Все как бы здорово. Так, и здесь уже непосредственно душевые кабины. Это мужские. Вот. Вчера здесь приехали, помылись. Ну, все чистенько, аккуратненько. Вообще, кемпинги в Турции очень клевые. Обустроенные. Где-то не прям, вау, свеженькие. Но, по крайней мере, есть все. За чистотой они следят. И это, конечно, радует. Вот. А в бунгалах у них свои душевые кабины, свои туалеты. У каждого такая придомовая, типа, территория. Гамачки. Супер. Супер. Белье отдали постирать. Вечером уже сказали, будет сухое. Нас ждать возле машины. А мы завтракаем и отправляемся гулять по городу. Я думаю, что уже у всех у наших зрителей есть карта Тинькофф Плэк. Но если вдруг у вас ее нету, то я оставлю ссылочку в описании под этим видеороликом. Обязательно оформите. Для тех, кто не в курсе, тратя по ней деньги, вы можете зарабатывать. Как? Спросите вы. Во-первых, вам по моей ссылке будут начисляться повышенные кэшбэки. Ну, то есть, вы сходили в магазин, например, потратили тысячу рублей, сто рублей вам обратно вернулось. Каждый день, каждый день. И в конце месяца неплохая сумма. Плюс ко всему вам будет начисляться процент на остаток. Что это такое? Лежит у вас определенная сумма под конец месяца. Банк это видит. И хлопс вам закидывает определенный процент. Также там есть очень крутой инструмент, которым я очень люблю пользоваться. Точнее, я им активно пользовался в России. Здесь эта карта не работает. Это инвесткопилка. Что это такое? Идете вы в магазин, ставите себе округление до, например, либо 50 рублей, либо до 100 рублей. И очень-очень незаметно вы копите и в конце месяца смотрите, а у вас приличная сумма есть в инвесткопилочке. Это очень клево. Помимо вышесказанного, вы получаете пожизненное бесплатное обслуживание только по моей ссылочке. Ссылка там. Переходите, оформляйте, если у кого-то нет. А кто, кстати, уже оформил, не забудьте сделать все условия. Там они простые. Вам нужно получить карту и потратить первые 300 рублей. И получить все условия. Не забывайте. Ну все, мы отправляемся гулять по этому замечательному городу Каш. Но перед этим давайте покажу здесь пляж, который относится к этому кемпингу. Вот, собственно, кемпинг. Вот вход на пляж. Да. Ну так вот заходим, проходим. Здесь есть кафе, чай, кофе наливаю. Даже есть меню Умс. Ну, собственно, вот. Вот он, спуск. Вот, пожалуйста, здесь есть такие беседочки. Красота. А цвет воды... Ой, здесь цвет воды невероятный. В пирсе можно попрыгать. Можно здесь, да. Не факт, что глубоко, конечно. Покупаемся, пап. Вау, какие красоты. Это вот идет такая коса уходит туда, а дальше острова. Да, смотрите. Пащайка. Вот такой вот пляж, вот такой вот вид на горы, красотень. Ну, а сам город Каш уже непосредственно вот он. Будем двигаться туда. Кстати, здесь еще вот Марина есть. Здесь есть указатель. Каш-кемпинг Марина Пененсула Яремада. Не знаю, что это такое. Поэтому будем двигаться дальше. До центра нам идти примерно полтора километра. Вот, пожалуйста, Марина с высоты, так сказать. Мы, получается, углубляемся туда в центр. Пока Каша-то вот просто вот такая дорога. Слева горы, справа залив, катера и яхты. Но мы-то знаем с вами, что Каша-то не вот это. Каша-то красота. Мы же видели это все дело на смотровой. Такси в Турции ездят по счетчику. Но вот здесь, например, есть фиксированные цены. Например, Фитхие 1860 лир. Марборис 3500. Кимер 2500. Анталия аэропорт 300. Потара 800. Вообще, когда в Турции вызываете такси, как правило, банки такие висят на столбах, на деревьях. Садитесь с него. Всегда обращать внимание на то, чтобы перед началом движения водитель включал счетчики. Это прям важно. Иначе потом не докажете, сколько едете, как едете. Посмотрите, какие высоченные здесь горы. Домики есть у подножия гор. Домики здесь. Здесь вот так вот вдоль дороги. А мне вот больше понравилось, как они задекорировали мусорку. Необычная для Турции. Молодцы. О, кстати, смотри, здесь есть автосервисы. Вдруг кому-то надо. Кстати, смотрите, здесь вот делают автосервисы. Есть еще прачка. Можно отдать свои вещи. Например, вы просто останавливаетесь. Не в кемпинге, например, с палаточками. То вот можете сюда занести вам. И здесь перестирают, высушат, погладят. Даже есть такая у них услуга. Всякие магазинчики. И мы, в принципе, плюс-минус уже попадаем в центр этого города. Это чифанечки. Надо посмотреть, вот эти цены. Вот, пиде по 40-45. Так, карбаси 20. Это что на карбаси? Корма? Суп? Нет. Атмосфера города. Здесь Настенка уже увидела завтрак. 250 лир стоит, представляете? Это очень много. Здесь магазин BIM. Прошли уже Мигрос. В принципе, город как город. Просто вот такой с маленькими построечками. Такое видно, что прям он туристический. Здесь банки. У нас, видите, такая тоже брусчаточка. Дорога брусчаточка. Где-то плиточка. Пока прикольно. Вон, есть даже LC в Айкики, кстати. Вот впереди большое здание. Мне кажется, что вот это центр города. Здесь, по крайней мере, все дороги сходятся, разделяются. Такая плотность. Ну и застройки более такие исторические. Поинтереснее. Памятник какой-то стоит. Отели. И, естественно, всякие магазины. Золото, шмоток, туристические. Всяких очень много закусочных местных. Чифаник. Кэшпоинт. Ну, а это где, кстати, вот обменник можно обменять. Можно обменять даже крипту. Вот, еще видите, тоже местное заведение. А это мечеть. Много красивых дома на горе. Так, наверное, будем переходить дорогу. В центре очень красиво. Смотрите, там на горе большой-большой флаг Турции развивается. Очень спокойно. Хотя сегодня, на самом деле, выходной. Но спокойно. Возможно, из-за того, что утром, мне кажется, здесь должно быть ого-го-го сколько людей. Там есть детская площадка. И дальше город уходит в горы. Ну, если не знаешь, что это... Ну, да. Надо не знать русская речь. Очень много русской речи, да? Но самое главное без мая. Кафешечка. Такая из бочек прикольная. И порт. Не знаю, это, наверное, уже вряд ли Марина. Это чисто порт. Но там, кстати, я вижу, очень много домов стоит. Это, по-моему, кемпинг. Он, кстати, дорогой. Вроде 600 лир, что ли, стоит. Вот идем, и с Настенкой прям мысли совпали. Да-да-да. Вот эта часть, этот центр, ну, плюс-минус, похоже на Анталию. Прямо на центр старый город. Вот прям так же, знаете, у них кафешечки, кафешечки. Потом туда вот уходят старенькие улочки. И справа также стоит порт. И также вот горы. Также дома стоят на горах. Очень похоже. О-о-о, какой там подъем, смотрите. Здесь, возможно, ну, просто здания чуть другие. Но в целом... О, смотрите, какое кафе прикольное, разноцветное. Стильненько. Столы такие разные. У-у-у, да. Ну, вот это я, конечно, люблю. Такие улочки, переулочки все. Забавные очень. Начинается прям горная местность. Очень мало тротуаров. И все это дело, видите, пересекается вот так вот с машинами. Есть красивые инсталляции. Да в целом, вообще, конечно, все красиво. Хочется прям смотреть. Налево, направо, направо, налево. Вот. Кафешечки всякие разные. На любой вкус, на любой кошелек. Что здесь только нету? Да, это города, конечно, все это хорошо. Но это перепады высот. Ух. О, а рейсик прикольное. Красивое какое заведение. Столы такие, лодочки. Это что такое? Луб? Луб какой-то. Да. Дома, конечно, вот так вот. На горе вообще красота. Там виллы такие. А мы, наконец-то, хоть немножечко начали спускаться. Здесь это стопримечательность. Потара-бич, Потара-амфитеатр. Потара-это вот где родился Николаевич Батворец. Да, Литон, Кекова. Кекова, это затонучно. Мира, это мы были. Шапутас. Это как-то каньон. О, папа, мы здесь были. Маланка-бич. Здесь мы были. Халк-пляж-бич. А еще здесь огромное количество пунктов, где предлагают погружение с аквалангом. Ну, то есть, да, дайвинг. Я этой всей истории боюсь, поэтому погружаться пока точно не буду. Дальше идти не стали, потому что там, в принципе, дорога спускается, и как бы все, уже нет, как говорится, красоты всей. А вот мы обратно возвращаемся, эту горку, которую мы преодолели. Посмотрите, отсюда открывается, какой шикарнейший вид. Красотень. Мне здесь, конечно, надо. Архитектура прям прикольная. Носенка хочет найти что-нибудь рыбное. Если вы думаете, что я преувеличил насчет завтрака за 250, то нет. Я нашел заведение, где здесь 340 лет, прикиньте, завтрак. 340. Наверное, там какие-нибудь особенные оливки, либо особенный какой-то сыр, либо чай. Ну и, конечно, до хрена. Смотрите, мы тут забрели. Вообще здесь, вот здесь прям круто. Все так атмосферненько, дверки такие желтенькие. Вывеска нашей в каше. Так, будем двигаться по ней. Здесь красиво. Да, здесь прям прикольненько, да? Носен. Ну вот, да, напоминать, что-то маленькое мне Анталия. Анталия, да. Плюс-минус. Ой, какая здесь красивая улочка. Смотрите, прям в горку, в горку. Да, единственное, что само покрытие из таких скальных камней, что как мы сейчас преодолеем это, я даже не знаю. Здесь есть винные магазины. Здесь есть всякие украшения. Здесь даже есть коверные мастерские. Ну, Анталия. Попали мы на очень атмосферную улицу. Сделали огромное количество фотографий. Эти фотографии сможете посмотреть у нас в телеграме и на нашем Дзене. Да. Здесь вот прям атмосферненько, знаете? В принципе, нет, здесь везде атмосферненько. Просто есть прям улочки, которые прям... Вот прям вау. Вот, пожалуйста, туда уходит улочка. А можно дальше подниматься туда повыше. Ну, пойдемте туда. Снизу-то мы были. Это все ресторанчики очень-очень такие маленькие. Вот это вот. Это сушилки. Вот какие-то пеленки, полотенца. А вот здесь вообще труселя. Прикольно. И все это дело, видите, такой жилой фонд, очень-очень старый. В перемешку с кафесечками. С такими, типа, ресторанчиками, да? Если это можно назвать ресторанчиками, лавочки на замке. Видимо, их откидывают. И можно потом как-нибудь посидеть. Ара-бар. Хи-час. Еще как фонтальный старый. Все хочется фоткать, все хочется снимать. И уже ничего не работает, когда мы приехали. Мы к этому каждый год. Но на самом деле, это и кайф может ослодиться. Но мне интересно, с другой стороны, посмотреть, когда здесь все кишит людьми. Ну, это возможно ходить будет. Ну, просто не с детьми, конечно. Это вот когда ты молод, бездесный, там, или ты уже в том возрасте, когда дети выросли, или спокойненько сидишь. Ну, то есть, ты уже старый, а детям молодых. Кайфуешь. Нет, ну, просто что детям будет это сложно в таком. А почему-то рыночки какие-то работают. Из-за того, что очень много всего закрыто, не чувствуется атмосфера вся, да? Наверное, да. Вот рыночки. Может, там тебе какое-то будет? Налево вот еще можно. Пойти, у каяку прикрутили. Так, ну, пойдем туда. Вот есть трекинги какие-то. Ага. Смотрите, еще в какое-то одно атмосферное место попали, но оно закрыто. Видите, здесь даже нету подменюшек. Ну, прикольно. Вон доска. Есть диски, CD-диски. А с этой стороны, а, с этой стороны тоже CD-диски. Прикольно. Вот с этой улышки, кстати, мы попали на эту детскую площадку, про которую я вам чуть ранее говорил. Ну, вон такая просто горка, домик и все. Возле жилого дома. Под высоченными пальмами. очень-очень высокие, как в Майами. Здесь вот, кстати, в центре, запоминайте, есть вот такое вот турецкое кафе Аиль Чайбенс. Называется Банбах Чесси. Наверное, так. Очень крутые цены. Вот прям максимально. Чай по три. Здесь все не дороже 100 лир стоит. И сидит огромное количество местных. А это знак, что здесь точно хорошо и точно дешево. Смотрите, какую красоту нам принесли. Да, действительно, нам тарелки эти будут не нужны. О, вам есть такой красивый обед? Это вам. Парни. Спасибо. Ребята, любимый обед. Очень круто. Обеды с картошкой, с риском, да? Салат большой, куртка. Еще я дополнительно попросил экмек, который за хлеб. Здесь, кстати, хлеб другой, как будто выпеченный где-то. Но в том плане, что не народный, обычно подают народный, который вот обычно мы берем. Здесь очень другой. Все, приятного нам аппетита. Все, на гахте рыба. Обалденная. Обалденная. Как можно не есть? Слушайте, рыба реально огонь. У нее еще очень мало костей. Мы же и сами готовили сегодня. Калландорадо? Мы брали к Себасскому, а не похожи. В общем, очень вкусно. Поели, вышло все на ровно 500 лир. Вот так вот. Ну, слушайте, для ресторана, который находится вот прям вот так вот, я считаю, что очень доступно, причем это дорадо. После обеда мы решили прогуляться вот сюда вот к маяку, погулять вдоль пирса, где рыбацкие лодки, смотрите, лежат огромные, огромные сети. Дорадо ловит. И отсюда какой открывается прекраснейший вид на весь город. Сверху, конечно, это вид по-другому, даже отчасти получше. Здесь есть парковка, я думал, вот это кемпинг, это, видимо, все-таки просто парковка, но здесь стоят дома. Не знаю, надолго не останавливается или ненадолго. И отсюда можно, вот, например, корабль дайвинг, вот отсюда можно отправиться, погружение совершить. Вот сколько баллонов, смотрите. Ну, вот мы добрались, добрались до маяка. Видите, какая красота, эти домики, эти горы, вот там наверху вообще какие-то виллы, вода чистейшая, плавают рыбки, но единственное, что из-за кораблей, вот эта пленка топливная. В целом очень классно. И отсюда можно отправиться. У нас трава катает. Ну и, конечно, какая прогулка может быть без мороженого. Всем набрали разные мороженое, всякие разные вкусы. Мирошка все выпрашивает, выпрашивает, да, сынок? Ничего, подрастешь, скоро тебе будем тоже целое покупать. Да, сынуля? Ты такой важный. Еще немножечко вам покажу улочки этого города. По сути, одни кафешки и туристы. Часть кафешек закрыта, часть туристов разъехалась. В основном кафешке одни? Ну да, в основном кафешке. В общем, мы пойдем купаться уже туда к нам в кемпинг, на тот пляжик. Накупаемся. Вот, и завтра уже отправимся. Бумбочкой, ага. Не, ну здесь можно дворскую прогурку в красивый ях, но это можно еще из других мест тоже делать по Санкт-Петербурге. И я думаю, что это будет дешевле гораздо из других, чем здесь. Я так думаю, потому что здесь больше европейцев отдыхают, и вообще больше туристов, чем в этих маленьких. Мы в Каше попадаем на какой-то концерт, посмотреть, как громко играет музыка. Что это, не знаю. люди даже на балконах повыходили. Да, что там, не раз. Что это значит? Прикольно. Мирошка полюбил кататься на братьях. Кто к одному просится, кто к другому. Смотри, с 33 центра просится сам. Аккуратно, а там держи крем. Вон, Артемке больше у нас, а теперь гордое лицо свое. Ой, тебя Артем несет. Ой, ой, красота. Вернулись в кемпинг, чуть не померли. Много мы сегодня прошли, еще и жарко очень сильно. Сейчас в итоге решили быстро перекусить гранатами. Гранатов у нас огромное количество. Вот, и пойдем купаться. Так, ну что, мы дошли до пляжа. Сади его. холодная вода. Вообще нормальная. Вообще прохладная. Вон, парни, уже все, бжикс и все. И зашли. Холодная? Холодная водичка. Да, даже. Освежающая. Освежающая. Пошлите. Ай. Он с родиком. Он с родиком. Ух. Ой, какая вода. Слушай, здесь такие булыжники. Неаккуратные. все. Да, 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 да. Все, что мы нарушили. Вот что это за такая вот пленка, смотри. Вот что это за такая вот пленка какая-то. Странная. Вот не знаю, посмотрите, разглядите на воде вот это вот, что это, от кораблей, что ли, видимо? Что? Или что такая? Жир какой-то. Жирная вода. Привет. А? Соседи наши любимые. Кто говорит? Соседи наши любимые. Ну, я сразу пошли купаться. Пожалуйста. Сразу купаться пошли. Давай, Настан, заплывай. Я не волнула. Давай. Ломан, давай. Раз, два, три. Пошли. Не переверни его. Ну, нормально. Главное не пить. Нам тут вернули стирку. Женщина вообще молодец. У нас тут Туркменистан. Немножко пообщались. Короче, она все сложила аккуратненько. Все белье высушила. Говорит, белые носки, говорит, я вам на руках постирала. Слушайте, просто молодец. Все, и у нас, короче, полный комплект готов. Вот теперь можно точно завтра собираться и уезжать. И пачкать свежее белье. Короче, у нас на самом деле немножко рожачная ситуация. Мы сегодня много денежек потратили, поэтому у нас сегодня будет бомжи-ужин. Это просто будем варить просто макароны, зажарочка, морковочка и лучок. И все. Мне на самом деле по часаку мы зашли в Мигрос настолько сытые, что мы смотрели на эти прилавки, мол, типа, о чем мы будем ужинать? Вышли из магазина и вот вечером и мы захотели есть и в магазин уже идти неохота. Поэтому будем кушать то, то, что осталось. Точнее, доедать то, что осталось. Но я буду с вами прощаться. Увидимся с вами в новом видеоролике. Ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте этот выпуск максимально и не забывайте, что все самые нужные и важные ссылочки есть в описании к этому видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok